ПРОВЕНЦИАЛЫ Я хотела бы начать издалека. Есть у меня такой вопрос. За последние десятилетия изменился формат филармонии. И вы стали свидетелем многих изменений. То есть сначала филармония у всех ассоциировалась с симфоническими выступлениями, с оперным пением. А сейчас там симфония в джинсах, сейчас там народные коллективы. Раньше это было вообще невозможно представить. В связи с чем такие изменения? Это только у нас, по всей России или это общемировая тенденция? Ну, мне, наверное, больше нравится не изменилась, а развивается. Осовременилась. Осовременилась. Приближается к зрителям. Да, старается охватить более широкий круг жителей нашей республики. И, наверное, это тенденция по всему миру, потому что все меняется, но при этом мы сохраняем те же традиции. То есть у нас также абсолютно классические концерты, где симфонический оркестр, где звучит опера. Но просто привлечь зрителя молодого, нового, свежего, для кого слово филармония – это что-то страшное, непонятное и то, что невозможно полюбить. Поэтому мы стараемся идти в ногу со временем. Ну и самим, чтобы развиваться, хочется попробовать что-то свежее, что-то интересное, что-то необычное. Вот эта сейчас модная фраза «выйти из зоны комфорта» – это же тоже очень полезно. Чтобы выйти из зоны комфорта, нужно сначала в нее попасть. А у нас на это денег нет. Поэтому на самом деле ничего не стоит на месте. Нам тоже хочется развиваться, меняться, сохраняя какие-то, как я уже говорила, основные филармонические традиции. И нам самим это тоже доставляет огромное удовольствие, потому что мы получаем, опять же, немножко других артистов. Потому что молодые артисты, которые приходят в филармонию, они не выходят на сцену или только не поют. Они все начинают участвовать в каких-то сказках, в каких-то театрализованных представлениях. А это самый экстремальный, ну, отчасти. И наиболее быстрый способ артисту раскрыться, сломать вот этот барьер, быть более свободным на сцене, не страшиться, не бояться быть глупым, открывать для себя новые какие-то возможности. И потом им, наверное, ну, как мне кажется, может стать просто тесно вот в каких-то рамках. Потому что я же могу и так, я уже могу и так, и мне это все нравится. И все это тоже таким внутренним двигателем филармонии, не только меняющаяся вокруг нас обстановка, меняющаяся, развивающаяся музыка. Ну, вот какие-то такие результаты у нас получаются. А в какую сторону движутся новшества? Поделитесь новыми проектами. Что интересного в стиле выхода из зоны комфорта? А можно я сейчас немножечко еще по текущему вопросу? Вот, Юля, вы сказали, что вы пытаетесь осовременить, да? Но вот само название филармония, я когда ее еще маленьким слышал, это филармония. Вот для меня это слово звучит немножечко с нафталиновым запахом. Я представляю какую-то советскую культуру, которая молодежи абсолютно неинтересна. Но вот пробежавшись даже по вашей программке на декабрь, я понимаю, что, в принципе, это не нафталиновая программа. А может быть, название они хотели бы сменить, осовременить? Нет. Для нас филармония – это статус, это образ существования в культурном пространстве, это некий уровень профессиональный, то есть даже всем полюбившимся проект «Симфония в джинсах» мы берем какие-то хиты рок-музыки, которые всем знакомы, все прекрасно понимают, что такое рок-культура, и мы их выводим на другой уровень, на филармонический уровень. Это становится каверами, это становится более причесано, просто немножко другой продукт, другой вкус, другие ощущения. И, в принципе, вот у нас, знаете, есть такая цель в уставе филармония – популяризация классической музыки, и рок – это тоже уже классика. Ну, по факту да. Да, да, и то есть для нас филармония – это как раз важно, это то, чем мы гордимся, это то, что нас отличает от других культурных учреждений, и для нас нафталина там уже давно нет, пыль мы всю стряхнули, и для нас это, знаете, такой бренд, это бренд качества, к которому мы стремимся, потому что мы филармония, мы профессиональная музыкальная концертная организация, и мы должны каждый продукт не только привлекать зрителя, да, но и пытаться отдать им частичку себя немножко, ну, может быть, кого-то познакомить с чем-то более сложным, полюбить классическую музыку, показать рок-музыку с другой стороны, что она может быть вот такой, и поэтому мы очень гордимся тем, что мы филармония. То есть вы цепляете на крючок, а потом уже развиваете дальше. А потом в классику, а и в классику. А вот, кстати, расскажите о симфонии джинсах, в джинсах подробнее, когда планируется, и чем она будет отличаться от предыдущих выступлений? Вы знаете, мне слово «планируется» симфонии в джинсах как-то так… Ожидается. Странно звучит, потому что по просьбам зрителей мы как-то регулярно ее повторяем. Первую симфонию, вторую симфонию. И вот уже буквально 11 и 12 декабря состоится премьера симфонии в джинсах 3. Ух ты! Можно сразу вопрос для себя расставить? Ответы, будет ли там песня группы Европа в Final Countdown? Та-ра-да-там! Та-да-да-та-та-та! Будет? Будет. С вами ломана. Так, все. Я просто ждал ее еще в первую симфонию в джинсах и очень расстроился, когда ее не было. Все, значит, я пойду на третью. Мы вас услышали. Будет. Будет отличаться репертуаром, потому что репертуар свежий. То есть это, опять же, замечательный процесс погружения в мир рок-культуры, рок-музыки. А что еще мы можем взять? Потому что тоже же не каждую вещь можно на сцену филармонии, не все можно с оркестром. У нас тоже вокалисты, которые со специфическим голосом, тембром и со всем остальным. Хотя мне кажется, что наши вокалисты могут абсолютно все теперь уже по результату. Может быть, что-нибудь из современного, Моргленштерна, возьмете симфонический маркет. Это не наш формат, это не формат, скорее, спубликанской филармонии. А билеты еще есть на симфонию в джинсах? И вообще, что сейчас с билетами? Многие зрители жалуются, что билетов не хватает. Заполняемость зала меньше в связи с ограничениями? Да, да, конечно. Расскажите, как вот сейчас попасть в филармонию? На что нужно рассчитывать? За сколько покупать билеты? За какое время? Ну, у нас произошла уже для нас неудивительная такая история. Когда был повтор симфонии в джинсах 2 в конце ноября, Дмитрий Мешаков объявил, ведущий этой программы, сказал, что будет премьера симфонии в джинсах 3. На следующий день к обеду были проданы все билеты. Билеты сейчас продаются на электронной кассе, но, насколько я знаю, можно еще успеть купить на 4 и 5 января мы будем повторять симфонию в джинсах. То есть в декабре я не попаду на симфонию? Судя по всему, уже нет. Как это обидно. Да, ну, безусловно, это вот именно ограничение. То есть 50% зала заполнено, и на этом билеты закончатся. Конечно, да. Юля, можете подсказать, в принципе, мы практически дожили уже этот ковидный год, весь прошлый был практически ковидный. Как это сильно бьет по творческому началу артистов филармонии, по режиссерам, постановщикам? Не гаснет ли огонь в глазах, когда вы понимаете, что у вас там будет 25% зала заполнено, когда вы понимаете, что у вас объявился локдаун и мероприятие перенесли? А когда вы понимаете, что вот вы столько всего напридумывали, а реализовать это не получится, не гаснет ли огонь? Нет, знаете, я очень хорошо помню первый концерт, было открытие сезона, мы только вот закончился локдаун, нам разрешили минимальное заполнение зала. Это был, конечно, шок и стресс, потому что для филармонии это нонсенс, когда ты подсматриваешь в зал на зрителей, выходишь на сцену, а филармонию не любят. Вот зритель не пошел, концерт проводил. То есть эмоционально принять то, что нас просто, мы поставлены в такие условия, это, конечно, было очень сложно. И мы разговаривали с солистами, и вот как бы этот барьер прям нужно было переступить. Психологически, в первую очередь. Психологически, да. Но потом, во-первых, мы нашли в этом свой плюс, потому что чем чаще повторяются концерты, тем больше в них жизни внутри происходит. Потому что как только артист расслабился, то есть премьера это всегда страшно, это всегда на нерве, второй концерт ты начинаешь искать, потому что появилась какая-то свобода, все прошло, зрителю полюбилось, ты получил. А вот уже дальше, третий, четвертый концерт, там уже вот начинает как раз происходить вот это таинство, потому что... А сейчас придумаем что-нибудь. Да, там даже не придумывается, там энергия, там ведет уже музыка, ведет внутренняя свобода, ведет ощущение внутреннего комфорта внутри вот этого вот музыкального материала. В этом плюс. А потом, знаете, наверное, всех нас греет, потому что мы как никогда ощущаем особую миссию артистов и филармонии. Потому что когда, ну, кажется, что, ну, много что, не хочу говорить все плохо, когда кажется, что много всего вокруг какого-то страшного, ужасного происходит, а мы как-то так определились, и я для себя как режиссер филармонии и наш коллектив, что мы должны дарить в первую очередь людям праздник. То есть для меня самое главное, чтобы артисты, ну, и артисты, естественно, были счастливы, и зритель вышел с концерта с ощущением радости, с ощущением надежды, с ощущением вот какого-то внутри теплого света. Живем дальше, не все так плохо. Да, и сейчас, да, то есть как бы тогда это вот какое-то было наше внутреннее убеждение. Сейчас это стало нашим общим ощущением. Подарить людям радость, дать понять, что все будет все равно хорошо, не может быть по-другому. Заставить их на этот час забыть обо всем, что происходит за стенами филармонии. И как бы, ну, во всем даже самом плохом нужно искать что-то хорошее, мы это нашли. Ну, это замечательное достижение сложного ковидного года. А вот про зрителей хотелось бы поинтересоваться, есть ли у филармонии свой особый зритель, и чем он отличается от остальных? Безусловно. Причем зритель, мы уже их делим по их увлечениям. Да, то есть есть зрители, которые ходят на все концерты. То есть недавно я была очень удивлена, потому что у нас была очередная воскресная сказка для семейного просмотра музыкальная, куда, как правило, ходят мамы с ребятишками. И вдруг я обнаружила в зрительном зале взрослых дам, которые пришли. И как бы в свете всех событий я подхожу и говорю, скажите, пожалуйста, какая-то проверка или какие-то заказчики, что? Они говорят, нет, это наши зрители. Они говорят, нам так не хватает концертов, мы хотим еще. Мы им сказали, ну, приходите на сказку. И они пришли на сказку на детское воскресенье. То есть есть зрители, которые, ну, прям наш, он просто нас любит, он ходит везде, на все программы. Есть зрители, которые ходят, допустим, на классические концерты, потому что они любят классику. Есть зрители, у которых есть традиция прийти открытия сезона, новогодний концерт и закрытие сезона. То есть они могут на какие-то концерты ходить, не ходить, но на этих три они приходят обязательно. Мы их знаем в лицо, мы их узнаем. Ну, и к счастью, да, что у нас обновляется зритель, мы всегда рады видеть новые лица. А к вам на улице зрители подходят какие-то свои пожелания будущих программ? Симфонию в джинсах, срочно, каждый месяц. Или какие-то идеи, может быть, творческие, от них черпайте. Знаете, я такой закулисный работник, поэтому... А теперь вас видит вся республика, пожалуйста. Прекрасно. Это человек ответственный за все. За все. Если хотите высказать какие-то пожелания. За все в стенах филармонии. Да, в стенах филармонии и за то, что происходит там на сцене. Да, нет, знаете, мне очень приятно, что мне рассказывают солисты. Мне рассказывают солисты, что к ним подходят в магазинах, в очередях, благодарят. Девочки фотографируются, просят автограф. Это очень приятно. Я, мне кажется, знаю, кто это. Олег, кто это рассказывает. Совершенно верно. А то, что касается меня, это, опять же, наши зрители, которые уже на протяжении многих лет с нами. И, конечно, бывают моменты, когда они очень в восторге. Мне всегда приятно, когда в порыве эмоций они ждут в фойе, благодарят. Верните деньги за билеты. Нет. А хоть раз было такое, что просили деньги? Или высказывали, что недовольство, что не понравился концерт? Вот, может, и лучше, сегодня было не очень. Было такое? Я не знаю. Очень короткая память на критику, наверное. Вы просто забыли. Нет, просто зритель очень добрый на самом деле. А может быть. Вы знаете, да, у нас действительно в республике очень благодарный зритель. Невероятно благодарный. Он, даже если где-то у него зародится червячок сомнения, он всегда будет благодарен. И он все равно будет аплодировать, кричать «Браво!» и, выйдя, поблагодарит. Но это, конечно, читаемо, но я такого тоже не помню. А вот, кстати, я же помню, в филармонии есть чудесный шоумобиль. А он до сих пор нету больше? Это нет. Он есть, но он находится не в филармонии. Он принадлежит центру Кадышева. А, центру Кадышева. А филармония ездит с этим шоумобилем по отдаленым, допустим, деревням? Нет, мы ездим по клубам. А, то есть по клубам, то есть в маленькие селы, где есть клубы, туда приезжаете? Да, мы даже можем привезти с собой электрический рояль и подарить классику. Если вы не можете идти в филармонию, филармония приходит к вам. Да, совершенно без. А где благодарнее зрителя, если можно поговорить? На селе или в городе? Да, да. Очень сложно даже сравнить, да? А вот еще такой вопрос. Начал работать проект «Пушкинская карта». Филармония одной из первых присоединилась к нему. И хотелось бы узнать, удалось ли привлечь больше молодых зрителей благодаря этому проекту? Или пока еще не понятен эффект от него? Нет, эффект абсолютно понятен. Ну, во-первых, мы это ощутили на одной из симфоний в джинсах, когда молодежь была в зале, процентов, наверное, 70. Студенты пришли? Да, да. Причем была какая-то совершенно потрясающая реакция. Ну, молодые, у них они другие немножко по реакциям, по крикам. Ну, то есть, как бы эмоционируют, они все-таки по-другому немножко. Это было очень приятно. Кроме того, мы с ХГУ, с университетом подписали соглашение. И буквально 21 декабря мы даем новогодний концерт для студентов. Именно студенческий такой концерт. Это будет Олег Гриценко и друзья. И друзья. Кому с них практически? Ну, там за основу взят сольный концерт Олега Гриценко. Это ЖИ? Нет, нет. Там в основном у него второй был сольный концерт. Музыка, голос, струны. И вот такой вот. И это, знаете, даже такая солянка. Потому что мы собрали все самое лучшее. Мы взяли самые лучшие номера из двух его сольных концертов и добавили туда блестящие, просто неповторимые номера в исполнении Ольги Васильевой и Марии Сиротенко. Ой, ну я думаю, это будет замечательно. Да, нужно увидеть. Да, это надо обязательно посмотреть. А где будет, получается, там только студенты будут? ХГУ? Ну, это студенческий, да, концерт. А там же 6 тысяч студентов. Куда, как они? Где вы их разместите, 6 тысяч студентов? Ну, это как симфония в джинсах. Кто спел до обеда, тот пришел. Тот купил билетик за этот. В большой семье покупку билетиков не откладывают. Нет, но там на самом деле есть же определенные студенты, которые как благодарность за продуктивный год. Волонтеры еще. Отличники, волонтеры. Отличники, да. Да, которые как бы приглашены, и они, естественно, будут. Ну, опять же, у нас еще и 25 января будет в рамках этого же соглашения студенческий концерт для студентов. День студентов. Татьянин день, да? Совершенно верно, да. Татьянин день. И я думаю, что это только начало. Так, ну, а сейчас наш эфир перестает быть неинтерактивным, и мы включаем телефон. Оп, сделано. И, возможно, какие-то интересные вопросы поступят. Да, а сейчас я расскажу номер телефона, по которому звоните. Если наши телезрители уже видят цифры на экране, режиссер их показывает, то радиослушатели их сейчас услышат. Номер нашей студии 222-702. Код города Абакана, если вдруг вы звоните из любого района нашей чудесной республики, 8-39-02, а потом 222-702. Еще у нас есть социальные сети, WhatsApp, Viber и Telegram. Таня, напомнишь номер? 8-983-589-77-27. 8-983-589-77-27. Пожалуйста, пишите ваше сообщение, задавайте вопросы. В гостях у нас, я напомню, Юлия Белогурова, режиссер-постановщик Хакасской республиканской филармонии имени Чаптыкова. Вопросы, связанные с культурой, с филармонией, задавайте, пожалуйста. Ну что, поехали дальше. Такой вопрос уточняющий. Расскажите, пожалуйста, напомните, как воспользоваться пушкинской картой, можно ли по ней купить электронный билет в филармонию студентам? Да, безусловно. Для этого нужно зарегистрироваться на госуслугах, получить пушкинскую карту. На сайте филармонии есть информация о концертах, которые выведены на эту пушкинскую карту. То есть не все доступно по ней пока? Нет, на данный момент, так как мы только начинаем, практически все концерты у нас заведены на пушкинскую карту. И купить электронные билеты, там на сайте все понятно, и в электронной кассе. То есть я уверена, что молодые люди очень легко разберутся. Это же только для студентов, да, получается? То есть мне 30, я не получу ее. Жаль. Опять минус возможность попасть на снифонию в джинсах. Все против этого, все против этого. Жду приглашения. Вот так. Я поняла, я ждала, когда же. Уже открытым текстом. Мы вас приглашаем. К концу эфира я табличку сделаю еще. Жду приглашения. Можно билетик. А вот я хотела бы продолжить тему, попросить рассказать о фестивале «Музыка детских сердец». Это один из ближайших проектов, который мы увидим на сцене. Совсем близко. Когда нам его ждать? И вообще, зачем нужен этот фестиваль? Для чего он создан? Этот проект, это наша гордость, этот проект, потому что, ну, во-первых, это поддержка талантливой творческой молодежи. Это необходимо, причем талантливой творческой молодежи именно в классическом направлении. То есть это инструменталисты и это вокалисты. Во-вторых, это всегда радость сделать детям подарок. Это мое субъективное мнение, но я убеждена, что когда у юного музыканта есть возможность выйти на сцену и сыграть симфоническим оркестром с профессионалами на сцене в одной связке, это, конечно, подарок и это уникальная возможность. Это, возможно, тот момент, который станет определяющим в его жизни, и он поймет, что он хочет этим заниматься. И вот у меня сразу вопрос названия «Музыка детских сердец» о детских на сколько? Категории возраста участников. Тебя все волнует категории возраста. А мне просто любопытно, насколько молодые участники у вас есть, насколько у вас растные среди детей? Ну, у нас школьники, это музыкальные школы. Там на самом деле все решается, ну, естественно, там не три плюс, а гораздо старше, потому что ребенок должен владеть инструментом и владеть определенными навыками, чтобы все-таки выйти с симфоническим оркестром. Это самый младший, допустим, участник в этом году. Затрудняюсь ответить, но я могу сказать, что разбег очень большой. И как бы это школьники, учащиеся в детских школ искусств и студенты. И, собственно говоря, при зрительских симпатиях они тоже получают по двум номинациям. Потому что, ну, очень сложно выбрать, когда очень милый мальчик сыграл в траве, сидел кузнечик, но хотя они играют более, конечно, сложные произведения. И когда юноша сыграл какую-то достойную, не знаю, сюиту, какую-то часть симфонии, очень сложно. Поэтому разделено на две возрастные категории. В каждой возрастной категории есть приз зрительских симпатий. Это бы очень правильно, потому что в траве сидел кузнечик, исполненным шестилетним мальчиком, конкурировать невозможно. В честной схватке конкурировать невозможно. Да, я бы сказала, бесполезно. И мы расширили. Раньше это был более инструментальный, проект. Мы сейчас поставили еще вокальный. Это уже третий год, потому что дети хотят петь и делают это очень талантливо. Мы просто не могли это обойти стороной. Поэтому у нас как инструменталисты, так и вокалисты. И самое главное, что нам нравится, что голосуют зрители. То есть по уровню шума от аплодисментов определяется? Нет. А где проходит голосование? А это уже отработанная система. Они первый год. У нас подаются заявки. Профессиональное жюри в отборочном туре выбирает номера и участников гала-концерта. В этом году 21 человек. У нас. Ого! Зрители ходят. Всем зрителям? Всем. Анкеты анонимные или? Анонимные. Паспортные данные? Да. Фотография банковской карты, пожалуйста. Нет, нет. Они анонимные. И каждый зритель... То есть у нас прямо выделяется место для голосования, включается в зале свет, администраторы собирают эти анкеты. И тут же прямо в фойе. То есть каждый может выйти и убедиться, что все честно. Тут же подсчитываются, раскладываются эти голоса. В это время буквально идет два-три номера концертных гостевых на сцене. И тут же ведущий озвучивает, кто все-таки стали... Кто два участника стали обладателями приза зрительских симпатий. Поэтому выбирает у нас исключительно зрители. Ну так это же здорово. Зрительские симпатии выбирает зритель. Конечно. В принципе логично. Логика не рушится. Нет, все хорошо. А вот основных победителей все-таки отбирает жюри. Компетентные жюри. Это фестиваль. А, это просто фестиваль. Да. Расскажите, пожалуйста, про звезд этого фестиваля. Для кого он стал трамплином куда-то дальше. То есть вот самые яркие звездочки за время его проведения. Это, знаете, это такой долг. И где сейчас эти люди? И чем они занимаются? Для начала. Сколько лет уже этому фестивалю? Десятилетие мы уже отметили. Десятилетие. Вот. И ну давайте. То есть уже больше, да. Кто звездочки? Во-первых, это Анастасия Субракова, которая сейчас учится и живет в Швейцарии. Скрипачка. Скрипачка, да. Это Осип Никифоров, пианист, который живет в Америке. Мне кажется, Осипа знает. И поезжают с концертами сюда. Да, да. Осипа, мне кажется, знает вся республика. Да. И очень приятно, что эти две звездочки, эти две звезды мирового уровня не забывают свой родной край и приезжают к нам как минимум раз в год с концертами и радуют нас своим творчеством, своим профессиональным ростом, дают нам возможность погордиться ими воочию. А можно алчный, меркантильный вопрос. А за гонорар они к нам приезжают? Или подобрать все душевные? А вот еще одна звезда, которой мы тоже очень гордимся, это Любовь Штарк, которая выпускница хора «Кадан» с детской филармонии. Она сейчас в Александринском театре у нас служит, в городе Санкт-Петербург. У нас мало того, что звезды разлетаются по всей России и по всему миру, мы еще куем свои кадры, потому что музыканты, например, Виктор Плотников, Екатерина Штарк, они сейчас работают в нашем же симфоническом оркестре, собственно говоря, откуда они стартанули, и мы этим тоже очень гордимся, потому что, ну, это музыканты высокого, очень профессионального уровня. Поэтому этот фестиваль дает свои плоды, дает свои результаты, и мы очень гордимся этим проектом, и, конечно, будем его развивать и лелеять. Так, когда вы наградите уже семью Штарк в полном составе за такой вклад в развитие культуры в Республике Хакасия? Вот мне кажется, что это уровень уже республиканский, потому что вся семья сделала вклад в республику, в культуру Республики Хакасия. Мы как могли. Просто я поражаюсь. Уникальная, да. Уникальная семья, действительно. Прямо творческая интеллигенция, и не просто местечковая, а по факту минимум всероссийский уровень. Это же замечательно. Да. Вот, но со звездами мы определились, который уже, для которых стал трамплином. Вот, в этом году есть ли у вас, так сказать, участники, у которых очень большой потенциал, и вы прям думаете, что ну вот пару лет стрельнет на весь мир? Вы знаете, мы верим в них всех, потому что стрельнуть любой из них может на весь мир. Потому что если ребенок уже, причем мы говорим даже о студентах, вот слово «ребенок» мы вкладываем большее. Да, потому что это музыка детских сердец, и все они наши дети, и мы очень трепетно к ним относимся. И у меня они вызывают необыкновенный восторг, потому что я в свое время тоже имела счастье поучиться в музыкальной школе, и я не на словах представляю, сколько нужно усилий, и сколько нужно потратить времени, чтобы играть вот так. Поэтому то, что этот юный музыкант уже поднялся на эту ступеньку, что он может выйти на профессиональную сцену и сыграть серьезное произведение с симфоническим оркестром, он уже выстрелил. Пока первый раз, пока на уровне республики, но он уже выстрелил. И у каждого из них абсолютно есть шанс добиться таких же результатов, а может быть даже еще больше. Хочется верить, чтобы эти люди остались в Хакасии талантливые. А вот я не знаю. Сложно, да. Мне кажется, что европейские гастроли, всемирные гастроли, они больше дадут опыта им, то есть выступления на различных больших площадках, а потом он привезет к нам его обратно. С другой стороны, здесь получается кузница кадров, а потом эти люди уезжают. А потом эти люди едут. И снова куются новые кадры. И всему миру показывают. Вот смотрите, вот такой вот я весь хороший пианист, вырос в Хакасии, обучился, теперь вот учусь у вас и показываю, как нужно играть. И зовут меня Осип, и я вообще хороший парень. Да, вообще, вы знаете, это, конечно, невероятные всегда эмоции, когда они приезжают. Вот даже взять оперный фестиваль, который состоялся, это же тоже все наши ребята. Они все, будучи студентами, пели у нас на филармонической сцене. И детьми они начинали расти, и мы их все видели. И когда они приезжают, а Светлана Лачина солистка Большого, а Александр Шахов в Санкт-Петербурге поет в оперном театре, а Александра Черпакова в Красноярском театре оперы и балета. И они выходят с Павловской на сцену, с Маточкиной, и все это очень достойно. Вот эти эмоции передать невозможно. Это невероятно просто. Это большая гордость за своих учеников. Да, да. Не только за учеников, но и за коллег, с которыми ты работаешь, и они их ростят и песка. Теперь уже коллеги. Ну что ж, введем немножечко провокации в эфир. Да, уважаемые радиослушатели, звоните и отвечайте на мой вопрос. Как вы оцениваете культуру в Республике Хакайси? Нравится ли вам филармония республиканской имени Чапка? Давно ли вы были в филармонии? Да, давно ли вы были в филармонии? И вообще, считаете ли вы, что нужно развивать культуру в Республике Хакайси? Звоните по номеру 222-702, но код города Абакана 8-3902, а то, что тут у нас телефон молчит, мне не нравится. Я хочу наших радиослушателей ввести в эфир, чтобы и Юля тоже познакомилась с нашими радиослушателями, и вот был диалог. Ну что, мы будем дальше обсуждать музыку детских сердец. А мне кажется, стоит перейти к еще одному событию. Близится Новый год, снега нет, настроение... Стоп, секунду, мы не сказали, когда же это будет мероприятие. Это состоится буквально в субботу. Четвертое? Да, 4 декабря. А это суббота разве? Точно суббота. Вот этот поворот. Да. Я запутался в днях, почему-то думал, что это воскресенье. Совсем близко. Совсем. Давайте догадаюсь, билетов уже нет. Мне такой информации не успело поинтересоваться. Что-то мне подсказывает, что билеты... Может быть, вполне возможно. Вполне возможно. А вот, кстати, был концерт, я помню, на Первомайской площади симфонический, вещался благодаря нашей телекомпании в интернете. Вы вообще собираетесь практиковать такую вещь замечательную, как онлайн-трансляция концертов. То есть, ну, не успели попасть в этот список билетов, а хочется очень посмотреть. Вы знаете, мы пытались прикоснуться, даже не то... Нет, мы не пытались, мы прикоснулись к этому таинству. Во время карантина, локдауна, когда мы сидели, три месяца мы сидели дома. И это было очень интересно. И у нас, безусловно, работают специалисты, которым этим занимаются. И, знаете, наверное, вот... Эта идея витает в воздухе, и мы готовим... То есть, мы стали снимать больше концертов. Но, видимо, мы еще не так давно вынырнули в живые концерты. Мы еще не... То есть, вот это вот громадье, громадье проектов, которые накопились за время локдауна, мы его еще не выплеснули. Поэтому, то есть, у нас специалист по связям с общественностью, с пресс-службами, она, Марина Грибкова, она очень так держит все это под контролем, как бы, чтобы все это снималось, чтобы все это работало. Потому что, ну, я думаю, что рано или поздно мы придем к этому более активно. Но, все-таки, наверное, больше в нас живет надежда, что все-таки будет хотя бы 75% зрителей в зале. Я вообще... То есть, чтобы мы все на это надеются. Да, чтобы больше людей попало живьем. Потому что, безусловно, это здорово, я к этому отношусь с большим уважением и с интересом. Но ни один экран не сможет передать живую энергетику музыки и артиста, когда ты его видишь, вот и чувствуешь. и для артиста тоже совсем другое выступать перед камерами или перед залом. Но вот я помню, в прошлом году устраивали рок-группу в основном, благотворительные концерты, собственно, на стриминговых площадках без аудитории в зале. Вот они просто так и выступали. В принципе, это было ново тогда, было интересно, но особой популярности я не заметил, что вот сейчас все так выступают и продают билеты. Но я жду просто для филармонии. Я хочу попасть на симфонию в джинсах, хотя бы в онлайн-формате. Это уже четвертый запрос и признание в любви. А время эфира у нас сейчас столько, что я еще спею 15 раз. Ну, то есть, видимо, в конце я скажу, что приходите, я что-нибудь придумаю, только перестаньте задавать это два, озвучивать это два. Здесь мы уже затронули симфонию в джинсах и музыку детских сердец. Хотелось бы поинтересоваться, а что есть для поклонников национального творчества в ближайшее время? Вот о них мы как-то не поговорили. Да, мы приготовили замечательный гала-концерт, он уже репетируется, ну, это уже идут фактически прогоны. 7 декабря в 18.30 состоится гала-концерт, посвященный закрытию года эпоса. 2021 год, у нас год эпоса в Хакасии, да, и, безусловно, огромнейший вклад в развитие вот этого культурного исторического пласта, мощного, глубочайшего, сложнейшего, вкладывает у нас ансамбль Ульгер Хакасской республиканской филармонии. И они делают совершенно уникальные вещи. Героический эпос, он же рассказывался несколько ночей, и у нас проходит фестиваль Тулага, он обязательно будет, где они рассказывают, ну, прям такие продолжительные отрывки из героического эпоса. Это, на самом деле, невероятно сложный, это удивительный, уникальный уровень музыкантов, вот овладеть этим искусством, для меня это что-то вообще непостижимое. И вот на этом концерте, на закрытии, они будут как раз исполнять отрывки из эпосов, причем они начнут с самого традиционного, который правильно он называется, по-моему, как-то пеший, пеший, у него есть специфическое название, но я могу сказать, что он без инструмента, практически акапельный, то есть горловое пение, сказание, это, конечно, завораживает, невозможно, в это погружаешься, и мозг начинает какие-то уже свои, то есть даже если ты не понимаешь, о чем речь, фантазия, эмоции, чувства, энергетика, оно все направляется в нужное русло, и какая-то своя история, какие-то невероятные ощущения, вибрации, это потрясающе, и, конечно же, примет участие ансамбль хакасского танца кюнсузы, потому что эти два коллектива, они... неразделимы практически в концертах, редко разделимы, с ним, безусловно, отдельно работает, но как бы мы решили все-таки именно так как это закрытие, для нас это тоже очень важно, это подведение неких итогов, то есть как бы эти оба коллектива будут на сцене, и участники ансамбля Ульгер каждый выступит сольно со своим отрывком эпоса, и кюнсузы исполнят свои одни из самых лучших танцев и своего репертуара, опять же, в сопровождении ансамбля Ульгер, и это будет такой вечер приятного погружения в таинственный мир сказаний, древней культуры, вот этих вот вибраций нашей древней хакасской земли. Про эпосы, извини, можно я уточню? Я любитель хакасской культуры и истории. Это те эпосы, которые собирали наши сказители еще в 60-х годах, то есть там нет стилизации, это настоящая наша хакасская. То есть это одно из направлений, и сейчас такой вектор у руководителя ансамбля Ульгеры, Кучаначар Ихсайен, считает, что это должно быть максимально аутентично. То есть вот ценность и сложность в том, что это должно быть максимально приближено к тому, как это было тогда. То есть без стилизации, без украшений, без каких-то вишенок, рюшечек, чтобы было... Да, был период, когда наоборот было принято это все как-то стилизовать, украшать, а сейчас, видимо, новый виток, и мы приходим к настоящему. Да, и вот это вот направление ансамбля Ульгир, они уже на протяжении нескольких лет работают именно в сторону первозданности, как это было максимально. А есть ли спрос на такую аутентичную форму музыки, то есть не осовременивать звучание, а вот именно в том, как это было? Вы знаете, сейчас в пространстве, в культурном пространстве, в интернет-пространстве доступность всех жанров, разновидности, возможность выбора, наверное, все больше появляются зрителей, которые хотят прикоснуться именно к исторической корням, к этой тонкой энергии, понять, а как же там было? Как же представить себе, что все собирались в юрте или возле юрты летом, и ночь, звезды. И, знаете, я видела видео уникальное, по-моему, когда Семен Прокопьевич Кадышев как раз возле костра с Читханом исполняет сказания вокруг люди всех возрастов, тут же кто-то на конях сидят, слушают, и то есть это же непередаваемое совершенно вообще. А у вас не было идеи создать фестиваль, который бы это включал? Видите, получается, что со сказителями раньше это была длинная история, они собирались с людьми после охоты, которые возвращались, они сидели в юрте, и они могли читать свои сказания три дня, и люди приходили, уходили, то есть они в каком-то пребывали в своем мистическом состоянии, все это продолжалось, вот что-то подобное. Ну, у нас же проходит, то есть у нас на самом деле очень, вообще очень много внимания уделяется культуре, каким-то корням, каким-то традициям, и у нас проходят ночи с Казани, у нас проходят состязания Тахпахчи, но это, как правило, проходит летом на открытом воздухе. Расскажите о них подробнее, как на них попасть и примерно когда это проводится и где? К сожалению, я не могу дать подробной информации, потому что как бы сейчас это приземленно Нет, не в этом дело, приземленно не прозвучало, но это, как правило, филармония к этому причастна, но это не наше мероприятие. То есть соорганизаторы и горловики, и филармония участвуют в этом. То есть, да, принимают наше участие, но это, как правило, проходит на каких-то фестивалях, когда приезжают гости. То есть я знаю, что-то вот как бы мы же все равно все существуем в едином пространстве, да, вот в республике, и мы общаемся, и мы встречаемся на каких-то планерках, творческих встречах, общениях, и мы просто знаем, мы помогаем друг другу, поддерживаем друг другу, но, к сожалению, я не причастна к этому настолько, чтобы дать более точную информацию. Юля, вот вы уже подсказали нам про Ольгер, да, про Кюнсузы, ансамбль танцев. Какие вот еще есть музыкальные коллективы, творческие коллективы в республиканской филармонии? И сколько их сейчас? Насколько они разные? Они очень разные, но это не мешает нам собираться всем вместе и делать какие-то единые проекты. У нас два самых больших коллектива, это, конечно же, симфонический оркестр под управлением Вячеслава Инкижекова, это Ульгер под управлением Вячеслава Кученова, Кюнсузы, где главный балетмейстер у нас Наталья Апуневич, у нас есть эстрада, которая руководит Татьяна Алексеевна Маслова, у нас есть хореографический ансамбль «Талисман», такой студенческий, который открыт, кстати, для всех студентов, кто желает все-таки попасть на филармоническую сцену, никогда не поздно прийти, узнать про «Талисман», встать к станку, потом выйти на сцену с тем же Олегом Гриценко. Просто прийти и сказать, я здесь, я хочу у вас заниматься и работать над собой. Да, я хочу танцевать в «Талисмане», и скажут, и приходите, и мы будем очень счастливы. А Ирнек Хан до сих пор же с вами? Нет. Ирнек больше не с вами? Нет, мы теперь дружим. Очень жалко, очень жалко. А у меня просто вопрос такой был, вот у вас есть народники, у вас есть танцы, были рокеры, пусть и с этноуклоном. Когда рэпер у вас появится? Появятся ли они вообще? Надо, надо. Ну, я думаю, что мы еще немножко поразвиваемся, и когда рэп-музыка станет такой же классикой, как рок-культура, она безусловно. Я не согласен, она уже классика. Безусловно. Совершенно случайно, совпадение, ни на что не намекаем. Удивительно, удивительно. Так вот. Зрители находите и здесь тоже. А вы, пожалуйста, подумайте, потому что рэп, особенно под симфонический оркестр, это, мне кажется, будет очень интересное сочетание. Вот. Я, опять же, ни на что не намекаю, но номер телефона своего оставлю. Хорошо, договорились. Теперь плавно мы дошли до Нового года. Столько событий еще у вас до него было. Еще 2 декабря. Так, еще 2 декабря у нас только до Нового года. А я почему-то уверена, что филармонии уже готовы к Новому году. Расскажите, готова ли у вас программа и для кого она, в первую очередь? А, это чудесное предновогодие. То есть готовы? Абсолютно. Этот взгляд, уже в этих глазах пробежалась вся программа. Мандаринки, снежинки. Можно хоть сейчас на сцену выходить. Ну, это же... Только вы все не рассказывайте, чтобы был сюрприз. Будет, поверьте. Вы знаете, это же, наверное, самое удивительное. То есть, безусловно, все проекты филармонии часто прозвучат, наверное, странно. Может быть, кто-то скажет, что это неправда. Но все проекты любимы. То есть, вот каждый проект, который выходит в филармонии, просто какой-то легко появляется. Какой-то нужно... Через какую-то ломку. Но это всегда любовь. Не всегда с первого взгляда, но всегда любовь на выходе. Но особняком для меня лично это всегда, конечно, Новый год. Потому что вот это изумительное погружение, когда вера в чудеса, вера в лучшие, она просто увеличивается в размерах, потому что это Новый год. В голове возникает иллюзия, как, например, в 20-м, что, ну, теперь-то все закончится, и дальше все пойдет по-другому, и хорошо. Какие мы наивные были. Да, но эта надежда, она дает силы жить, бороться, преодолевать какие-то вот все негативы, все сложности. И, безусловно, хочется охватить всех. Чудо хочется подарить всем, радости хочется поделиться со всеми. Поэтому мы приготовили, конечно же, новогоднюю интермедию. А интермеди... Вот можно про вопрос от дилетанта. Интермедиа. Это что значит? Ой, вы не представляете, сколько... Я совершенно недавно решила, опять же, полюбопытствовать, ну, все же стирается со временем, да, что такое интермедиа. Я нашла огромное количество определений этому слову. И все противоречивают друг другу? Нет. И они все дополняют друг друга интермедиа. Это и интерактивное общение, игра под музыку, это и новогодний спектакль, ну, и вот все вот в эту сторону, и их там огромное количество. Если вы мне позволите, будьте великодушны, я не буду их все вспоминать. Хорошо. Да, спасибо. Я думаю, мы договоримся. Про то, что подготовлено. Да, вот новогодние... Чем эта интермедиа отличается от других? Предыдущих лет. Она называется «Такие разные ветра». «Такие разные ветра»? Да. А гидромедцентр участвует в этом? Нет. Не мешало бы им про ветра поподробнее. Да, я думаю, что в этот раз они не угадают. Ну вот МЧС опять же угадала в воскресенье штормовое. В Саиногорске. Ох, как дуло там. Прямо ох, как весело было. Ну ладно, все. А какие у вас ветра? Да, какие у вас? У нас, как в сказке, добрые и злые. Они... Это главные герои будут ветра? Сражаются друг с другом. Это... Это то... Это, знаете, что я не буду, естественно, открывать все карты, и я вам скажу так. Злой ветер, злые ветра. Немножко принесли свою энергетику и свои какие-то события и свои желания. Но, к счастью, всегда в жизни есть добрые ветра. У нас в сказке это добро, любовь и дружба. И, конечно же, благодаря этим добрым ветрам все будет хорошо. Все закончится благополучно. Зачем вы концовку рассказываете? А у нас в филармонии все сказки заканчивают. Вы не поверите, у нас даже в Колобке, у нас была детская опера «Колобок», у нас даже в Колобке Колобка не съели. У нас все всегда заканчивается хорошо. А вот представьте, что, да, есть сказка «Колобок», все знают, что там Колобку в конце заент, все, хэппи-энда не будет. А вы в анонсе говорите, что у нас не едят Колобка. Все. Вот шока нету, восторга. Наоборот, публика повалит, чтобы узнать, что он за выживальщик и как он спасся. Что он сделал с лисой. Очень популярно, да. Это такой блокбастер будет на самом деле. Бергриллс, и мы сегодня выживаем внутри лисы. А когда планируется премьера «Интермедии» и когда вот можно и как попасть на эту жизнеутверждающую сказку? Что с билетами? Уже нет? Нет, «Интермедии» у нас состоится 26 декабря. Еще есть билеты? Билеты еще есть. В 13 часов это будет спектакль для семейного просмотра. Наш традиционный. То есть детишек можно с собой брать смело? Да. Но только... От 18 лет? Нет. Ветра не настолько злые. Не настолько. Может, настолько добрые, кто знает. Но хорошо. Детская интермедия, семейная, прошу прощения, интермедия, такие разные ветра. А непосредственно на сам Новый год что у вас будет еще? Нет, ну подождите, мы же приготовили еще один сюрприз. У нас же помимо детской интермедии еще для семейного просмотра у нас же будет еще одна совершенно волшебная, необыкновенная сказка. Это «Щелкунчик». Это чтение под симфонический оркестр с театрализацией и с видеоконтентом. Вау! Это что-то новенькое. Мы любим ее безумно. Причем она, видимо, настолько мы погрузились в нее. Премьера состоялась в прошлом году в марте. И шутили, говорили, ой, ну ладно, вы своего «Щелкунчика» показываете, хоть в июне, главное, чтобы сейчас в марте снег не пошел. Мы говорим, да нет, нет. Утром, в день премьеры «Щелкунчика», в начале марта повалил снег и завалил все. Это вот было, вот буквально декорации. кто-то заказывал, и они пришли вовремя строения. Можете завтра «Щелкунчика» показать, снега хочется. Снега хочется, как вам такая погода? Да, снега хочется очень, но мы работаем по плану. А может быть договоримся? Нет, но по крайней мере мы точно можем сказать. 26 декабря? Нет, 23 и 24 декабря, когда будет проходить «Щелкунчик», снег должен уже пойти, если он к тому времени еще не выпадет. Почему-то вашему прогнозу я верю больше, чем гидромедцентру. Да, еще хочу сказать, что там всеми любимый артист Артур Матлужоков в «Щелкунчике» выступает не совсем привычным для наших зрителей амплуа. Он будет танцевать? Он читает эту сказку. Чтец. Чтец, да. Голос за кадром. Нет, он сидит на сцене, и читает эту сказку. А так как это сказка, помимо оркестра и Артура, великолепно читающего эту необыкновенную сказку, еще что-то происходит. Своим тембром, голосом бархатным исключительно. Ах, какая красота просто восхитительная. Только на это стоит сходить посмотреть. Абсолютно. Послушать, я бы даже сказал. Там и посмотреть, на что будет. А потом в «Снежки», а потом сразу в «Снежки» играть. Да, да. Так, ну хорошо, «Щелкунчик», такие разные ветра. Что же еще на Новый год вы приготовили? У вас бы целый год-то и готовится. Два концерта мало. А может быть уже перейдем к посленовогодним планам? Наверное, в следующем году, вот мы уже промотали, настал Новый год, и следующий год, конечно же, будет лучше после этой жизнеутверждающей сказки, чем предыдущей. Что вы планируете на следующий год? Какие проекты грандиозные стоит ждать? И когда? У нас 8 минут, можно сильно, не конкретно, но вот чтобы все рассказать. Я бы все-таки хотела еще отмотать и сказать про 28 и 29 декабря, где состоится наш традиционный новогодний концерт. Там будет огромное количество сюрпризов. Мы поменяли формат. Ничего не буду рассказывать. Название. Просто запомните эти числа. Голубой огонек. А? Приходите. Ретро. Нет. Задача не воссоздать то время. Задача воссоздать дух, радость, ощущение праздника и волшебства, которое было вот в тех старых программах, когда все собирались перед голубым экраном и погружались вот в это чудо, в этот позитив. А тема этого концерта, что хорошего было в уходящем году? Тоже очень позитивно. Небольшой концерт, видимо, будет. Мы нашли. Нашли? Да. Здорово. Ну все, хорошо. У нас будет на Новый год активная, обширная программа. 28 и 29. Да. Голубой огонек. Здорово. А теперь давайте планом на следующий год. Ой, планов огромное количество. Это и, ну безусловно, мы повторим часть мероприятий новогодних сразу в январе. Щелкунчика? Нет, щелкунчик будет чуть позже. В марте, да. Скорее всего. Симфония в джинсах будет сразу прямо перед Рождеством. Да. Симфония в джинсах. Будет обязательно традиционный вечер романцев, которого 3 января, где участвуют все наши звезды классического и камерного жанра. Мы повторим новогоднюю интермедию обязательно. тоже 3-го. И дальше мы немножко уйдем на каникулы. А дальше у нас приезжает вокалист, которого знают все Кунгуров, победитель голоса будет выступать с нашим симфоническим оркестром. Это, естественно, день рождения симфонического оркестра, который мы приготовили необыкновенную просто программу, потому что это день рождения. Это всегда необычно, это всегда удивительно. Это, конечно же, различные гости, которые у нас запланировали. Но озвучивать мы их пока не будем, потому что, как показывает практика, дальше, чем на месяц, планировать не стоит пока. И чтобы не сглазить, я не буду называть фамилии, потому что очень хочется, чтобы эти артисты к нам приехали. Это, конечно же, 8 марта традиционный концерт с симфоническим оркестром. Мы планируем перед майскими праздниками повторить оперу «Зори здесь тихий». Это, конечно же, два огромных гала-концерта на 9 мая. И так как я сейчас все сказать все равно не успею, потому что мне даже и 10 минут будет мало, просто социальные сети, официальный сайт Хакаско-республиканской филармонии, вся информация совершенно своевременная, и там же можно зайти сразу в электронную кассу и приобрести билет. Юля, подскажите, пожалуйста, вот вы сейчас сказали, 3-5 января, когда вся Россия будет отдыхать новогодние каникулы, вы работаете. Как ощущения? Прекрасно. Не хочется ли сказать? Ребята, давайте-ка мы тоже с вами отдохнем и ничего не будем делать. Вы знаете, я боюсь, что мы немножко утратили с нашим потоком мероприятий, с нашим бесконечным желанием что-то делать, способность сильно-то долго отдыхать, становится скучно. И, как показывает практика, не одним нам, потому что 3-го января, мы уже не первый год проводим, вот именно 3-я, 4-я, 5-я, 3-го января уже у нас зал всегда полон. Всегда. Ну, конечно, сколько процентов зал разрешает нам заполнить? Даже когда было 100 процентов, залы всегда. Есть потом некий такого образа жизни? Нет, я к тому, что мы не нарушаем, мы не заполняем полный зал, когда можно только 50. Нет, это обязательно. Мы соблюдаем все нормы, безопасности, все правила, потому что мы профессиональные организации и дисциплинированные. И у вас есть устав. И у нас есть устав. Вот именно в этой фразе у нашей организации есть устав, сразу нафталина в нос. Не знаю, для меня это слишком сразу так официально и сразу скучно одновременно. Давай я тогда перейду к неофициальным вопросам. У нас есть 4 минуты. Успеем задать. Такой вопрос. Режиссер-постановщик это ответственный за все. Буквально. Вы, наверное, живете на работе, этот груз ответственности постоянно несете на себе неподъемный где-то для женских плеч. А как вы его с себя сбрасываете? То есть вы дома тоже думаете о работе? Или у вас есть какие-то увлечения, вдохновляющие, может быть, моменты? Что вас вдохновляет? Ну, во-первых, я не одна несу груз ответственности. У нас все-таки есть команда профессиональная, которая... Вы умеете делегировать ответственности. Абсолютно. Да, у нас познакомилась замечательная фраза, которая нам помогает. Это не моя зона ответственности, поэтому мы периодически в зоне ответственности. Ну, на самом деле, нет, у нас очень профессиональная команда, очень профессиональные коллеги. Есть художественный руководитель, есть директор, мы все решаем коллегиально. Ну, естественно, на выпуске за какие-то нюансы я как режиссер беру на себя ответственность и придумываю какие-то вещи, и пишу сценарии. Но это все равно всегда командная работа. Это, во-первых. Ну, а снять... Ну, во-первых, есть семья-дети, которые, когда ты учишь уроки, сценарий ты писать не можешь. Я могу придумать сценарий, пока я варю борщ. Вот это очень удобное время, потому что мозг свободен. Илья, подскажите, а вот когда ваши дети были маленькими, вы сказки читали из книги или придумывали на ходу сразу же их? И разыгрывали их в лицах. Да. По-разному. То есть есть и сказки, рассказанные вашим детям за вашим авторством? Да, да, конечно. Ну, чаще читалась, причем всегда старалась не читать дурными голосами. Да, там пришла красная шапочка и сказала, где моя бабушка? То есть как бы старалась читать все-таки художественно, потому что меня... Дома добрая мама. Да, дома добрая мама. Ну и потом как бы очень хорошо меня отвлекает еще и изучение языков. Причем я понимаю, что выучить его у меня нет времени, но вот этот час, когда ты сидишь на занятии перед педагогом или дома повторяешь, мозг не думает... Это единственная возможность, когда мозг не думает о работе вообще. А какие языки у вас в активе? В активе никакого так и не появилось, кроме русского родного, потому что это же надо сидеть дома заниматься. А какие нравятся? С какими уже ознакомились? Мне очень нравится английский язык и сейчас... Да, вот как он будет? Соу-соу. И сейчас я изучаю хакасский язык. У нас в филармонии курсы организованы и мы с коллегами к нам два раза в неделю приходит педагог, мы изучаем хакасский язык. Очень интересно, очень азартно, очень увлекающий такой процесс. И самое главное, это происходит перезагрузка, снятие эмоциональных, умственных, физических нагрузок, потому что ты ни о чем больше не думаешь, только о том, как составить это предложение. Они пробовали что-нибудь экстремальное? Не знаю, прыжки с парашютом, горнолыжный спорт, огнестрельные тиры, возможно, пострелять по мишеням из ружья. Думаю, уже не помогает за такой стаж работы, нужно что-то более интересное. Есть еще один вариант, палатка, птички и отсутствие сотовой связи вообще. Посоветуйте, куда можно отправиться в такие места, если кому-то они тоже нужны. Да, мы традиционно, каждое лето у нас есть свое место, большая компания с семьями, и мы уезжаем на Красноярское водохранилище. Там у всех есть, я думаю, свои любимые места в лесу, на берегу этого. Вот.